Всем привет, уважаемые леди и джентльмены! На ваших экранах игруха Empires & Puzzles. Прошу, не кидайтесь в меня тухлыми помидорами и тухлыми яйцами. Да, я снимаю игру, которая позиционируется на экране вертикально. Если вы смотрите на широкоформатном мониторе, мне остается только попросить прощения. Следующий зашквар – это то, что я снимаю игру 3 в ряд. Но поверьте мне, ребята, эта игра дает достаточное количество эмоций и она заслуживает внимания. Возможно, вы знакомы с таким жанром, как 3 в ряд RPG. Это Empires & Puzzles, наш сегодняшний пациент – Zombies & Puzzles. В общем, хочу вам показать эту игру. Очень большое количество здесь режимов, но игровое поле во всех режимах одинаковое. Выглядит оно вот так. Вот сейчас мы будем бомбить с вами Титана. Нам дается определенное количество времени на то, чтобы мы его бомбанули. Фиолетовый Титан бьется желтыми фишками лучше, чем остальными цветами. У него есть уязвимая точка, которую вы видите. При перемещении этой уязвимой точки нам нужно координировать свои действия и попадать в нее как можно большим количеством фишек. Желательно желтого цвета. Вот такая вот здесь происходит борьба с Титаном. И я вам хочу сказать, ребята, что вот эта вот борьба, она очень увлекательная. Особенно, если у вас есть шанс занять первое место. Потому что за первое место в этой борьбе с Титаном дается наибольшее количество наград. Ну и, конечно же, не забывайте применять, если будете когда-нибудь играть в это, способности ваших персонажей, которых вы видите на нижней раскладке. Также можно применять автоматический режим боя. Я этим сейчас и занимаюсь. В правом верхнем углу экрана вы можете заметить вращающийся кружок. Это есть автоматический режим боя, в котором вы не принимаете участие, а искусственный интеллект передвигает фишки за вас и собирает комбинацию из трех, четырех и пяти в ряд без вашего участия. Это если вы совсем ленивая жопа или если вы уверены в своей победе, вы можете применять такой режим. Также здесь есть мой любимый режим. Это режим игры против других игроков. Вот сейчас я в этот режим и зайду. Мы видим команду игрока, который будет сражаться против нас. Нажимаем атаковать его и отправляемся в бой. Вот это команда другого игрока. Она находится сверху, моя, соответственно, снизу. И мы складываем фишки и атакуем игрока своими чулочками и фишками. Какой я грамотный, блядь. И фишками, которые находятся у нас на игровом поле. Можно даже собирать комбинации не только из трех и из четырех, а из пяти и даже шести фишек. А после того, как вы собрали пять и более фишек, у вас появляется драгоценный камень того цвета, которого вы собрали пять и более фишек. И происходит вот такой вот апокалипсис, который очень трудно пережить даже самым сильным персонажем. Выглядит этот апокалипсис вот так. Скидыщ! И сразу, наверное, штук десять фишек отправляется во врага. Очень эта игра похожа на Empires и Puzzles, но так как здесь больше режимов, Empires и Puzzles я стер и пока что играю в это. Может быть появится что-то получше, или может Empires и Puzzles реабилитируется, и я вернусь в нее. Но пока эта игра меня привлекает больше, чем упомянутый Empires и Puzzles. Для тех, кто с игрой не знаком, как она работает, как играется, есть вот такая вот памятка, в которой указано, что герои в этой игре есть хитрые, осторожные и храбрые. Импульсивные и невозмутимые. По этой памятке мы видим, что импульсивные герои уступают невозмутимым, а невозмутимые импульсивным при встречной атаке. Также осторожные бьют хитрых, хитрые бьют храбрых, а храбрые бьют осторожных. Ну, в общем, все просто. Можете поставить на паузу, почитать эту памятку, если вдруг она кого-то заинтересовала. Ну, а мы с вами применяем способность и побеждаем игрока, который подобрался близко к нашему убежищу. Игроков мы можем подбирать на общей карте. Также на общей карте есть различные задания по сбору ресурсов, сбору пищи, сбору досок. И здесь же мы участвуем в событиях, которые периодически появляются на карте. Ну, и здесь же атакуем Титана. Давайте-ка мы еще раз настреляем Титану, этому двухзвездочному, для того, чтобы занять первое место. Используем эликсир нападения на Титана и рыпнемся на него еще разок. Кстати, когда по Титану вы наносите урон в уязвимую точку тремя и более фишками, Титан становится оглушен на один ход и не может вас атаковать. И таким образом ваши герои могут остаться целыми и прожить дольше. В верхней части экрана вы видите таймер, который отведен на бой с Титаном. Если ваши герои проживут на протяжении всего времени, которое указано вверху, то тогда по истечении времени подсчитается количество урона, которое вы нанесли по Титану. Слиться раньше можно. Если очень сильный Титан будет вас избивать, то до истечения времени вы можете отбросить копыта и поставить их в угол. Но Титан слабенький, двухзвездочный, поэтому мы без особого труда можем пережить его ультимативные атаки, обычные атаки и начистить ему мордяху. Вот сейчас я пропустил, к сожалению, несколько ходов, немножко ворону поймал, а можно было бы сделать вот так. Хопа! И желтым ударить по фиолетовому Титану, это самое страшное для него. Он получает чудовищный урон. Ох, четыре желтые штучки, прямо в уязвимое место. Штучки, блять. Четыре желтые фишки, я хотел сказать. Так, возвращаемся к бою. У нас есть еще две атаки. А еще хотел вам сказать, что до того, как Титан убежит, у нас остается 4 часа 15 минут. И мы можем все это время этого Титана колбасить, чтобы он, собака, не сбежал, мразота. Кстати, ребята, еще хочу отметить, что это ни в коем случае не реклама этой игры. Я не пропагандирую ее, просто делюсь с вами своим игровым опытом. Все, ни больше, ни меньше. Я не занимаюсь рекламой игр. Потому что мой канал слишком-слишком сейчас на данном этапе смотрит мало зрителей. Потому что канал изначально был тематики про животных. Про животных сейчас роликов у меня очень мало. Я рассказываю различные истории, играю в игры, лайв-видео снимаю. В общем, вся аудитория, которая ждала от меня роликов про животных, она с неохотой смотрит видеоролики по играм и лайв-видео. Ну, лайв-видео чуть побольше смотрит. Вот с животными ролики, да, набирают больше просмотров. К сожалению, у меня из животных сейчас только моя кошка. Хомяки мои умерли. Я не могу снимать ни про хомяков, ни про кошек, ни про лис. Лис у нас не продают, у нас нету лисей фермы. То видео про лис, которое было на моем канале, его, к сожалению, зажопил Ютуб. Поэтому это я все к чему подвожу. Это я все подвожу к тому, что я не могу рекламировать игры. То есть, у меня никто рекламу заказывать не будет, потому что это нецелесообразно. Мои ролики набирают не так много просмотров, чтобы у меня что-то заказывать. Поэтому я игру не рекламирую. Слишком долго оправдывался. Знаю, это звучит неправдоподобно, но тем не менее. Говорю как есть. Так. Возвращаемся на игровое поле. Титан очень хитрожопый. Прячет свое уязвимое место. Очень ловко. И поэтому приходится перестраиваться часто. А время идет. Ух, мамма миа. Санта-Лючия. 50 секунд осталось до конца. Ну, как можно больше урона нужно нанести. Я должен занять первое место. Но первое место будет хорошо оплачено только в том случае, если моя команда уничтожит Титана. Если мы его не убьем, если он сбежит, то нихера мне первого места не видать. Да, мне засчитают первое место по урону, но награду я получу минимальную. Потому что каждый раз, как Титан сбегает, ни о какой хорошей награде не может идти и речи, как вы понимаете. Ух, падла. Как же он прячет уязвимую часть, а? 14 секунд. Получается, нормально накидываем ему урон козлу. Самое главное, чтобы он у нас не прикончил до завершения раунда. Нет, нихера не прикончит. Не выйдет у него это. Отлично. Еще напоследок успел накинуть. Сейчас дождемся результата, потому что связь с сервером здесь бывает не самая хорошая. И что мы видим? Мы видим, что я стою на первом месте. Свой никнейм я сделал в честь канала Botterbean YouTube. Это такой махровый ход для того, чтобы переходили на мой YouTube канал. Так, ну что, давайте еще на одного игрока нападем. Попытаемся ущипнуть его за кокушки. Но мне почему-то кажется, что в этот раз нам придется отхватить звезделей, потому что слишком сильный попался нам мужик. И нам не получится ограбить его базу. Слишком крепкая у него охрана. Мы слишком слабенькие для него. Попытаемся, конечно, но я уже чувствую. Да, да. 6-0 в одни ворота. Здесь просто чувствуется тотальное превосходство его команды над моей. И мы просто здесь проигрываем в одну калитку. Да. Аргентина, Ямайка 5-0. Какая боль, какая боль. Выхватываем жестко, просто жестко. Все герои пали. Осталась на ногах одна девчина, которая атакует с помощью летающего кинжала. Но и ее тоже сбили с ног. Не повезло, ребята. Но не будем отчаиваться. Сейчас мы попробуем рыпнуться на другого игрока. Может быть, в этот раз нам повезет. Грабеж это называется здесь. Когда мы атакуем других игроков, это называется почему-то грабеж. Ну, в принципе, так и есть. Потому что мы получаем после победы над игроком трофеи в виде пищи и в виде строительных материалов. Так, здесь тоже все двигается как-то кисло. Совсем кисло. Немножко мы... Пока что не можем нанести никакого ощутимого урона по врагу. Надо самое главное при нападении на другого игрока выявить слабое звено. И начинать это слабое звено долбить. Ну и, разумеется, выбрать определенный цвет, которого больше всего на игровом поле. И с помощью этого цвета уже начинать долбить. Что мы, в принципе, с вами и будем делать сейчас. Отлично. Отлично. Сейчас у врага стоит отражение удара вот на этом персонаже. И на этом. Мэтью и Иоланда отражают удар. И поэтому наш толстяк-бородач может сдохнуть. Но нет, повезло. Не скончался. Так, пока что счет 5-3 по героям, оставшимся на поле. Может быть, даже и выиграем. Но это не точно, ребятки. Это не точно. Потому что враг, он тоже не спит, он атакует. Все. Это называется самоубийство. Когда мы атакуем врага с отражающей способностью, он отражает весь урон в нас. И мы отдупляемся таким образом. Отбиваем дупля. Так, бросили кислоту. Эта атака возымела успех. И у врагов остался на ногах только один герой. Которого мы благополучно зарезаем брошенными в него кинжалами. Текст. Идем дальше. Что вам еще показать? Ну, это режим города, где мы производим пищу, строим здания, нанимаем новых героев. В общем, занимаемся развитием своего убежища. Также у нас имеется арена, где мы можем сражаться за взнос. Есть испытания. Вот тут я получил, ребята, эмоции. Я прошел три этапа испытания, дошел до самого верха. И вот хотите верьте, хотите нет, очень много было эмоций. Очень много. Ну и, конечно же, кампания. Игровая кампания. Пока что сделан только первый сезон. Игра вот только-только совсем недавно вышла. И поэтому разработчики еще ее развивают, дорабатывают и создают новые уровни. Я нахожусь на восемнадцатом этапе. И сейчас покажу вам, как выглядит бой в кампании. В кампании мы можем брать с собой различные вещи, которые будут помогать нам в игровом процессе. И с помощью этих вещей мы можем лечить героев, усиливать их атаку и продвигаться к боссу. Финальный босс. Здесь всегда с ним очень интересно драться. Он выглядит, как правило, устрашающе. И обладает различными способностями по уничтожению живой силы на него нападающих противников. Вот сейчас, если получится у меня дойти до босса, я его обязательно вам покажу. Он, конечно, не такой большой, как Титан, но тоже выглядит страшно. В общем, художники постарались. Либо художник. Я как-то писал отзыв на эту игру, и мне ответил человек. Не знаю, в одиночку он создаёт эту игру. Или это команда разработчиков. Знаю, что Empires & Puzzles, по-моему, создаёт несколько человек. Это бельгийская студия. Ну, а насчёт этой игры не знаю. Пока что тут не так много игроков, как хотелось бы. Больше 100 тысяч, но тем не менее, хотелось бы больше. Русскоязычных игроков хватает. Русскоязычных альянсов тоже хватает. Вот, кстати, ту битву с Титаном, которую вы видели, эта битва, она проходит только для тех игроков, которые вступили в чей-то альянс. Либо создали свой альянс. Конечно, в альянсе веселее играть с другими игроками. Но этой игре явно нужна реклама. Просто как воздух, необходима реклама. Игра неплохая, но без рекламы об этой игре будет знать очень мало людей. Поэтому на месте разработчиков я, конечно, заказывал бы рекламу в Гугле, на различных площадках игровых, естественно, тематических, для того, чтобы развивать свой продукт. Вот, кстати, насчет боссов. Вот я заговорился. Ползучий гад. Вот видите, такой вот интересный босс. Чем-то похож на Скорпиона, только не с одним жалом, а с двумя. Ну, это Скорпион, такой с человеческой мордой. То есть в человека вводится ген паразита. Этот паразит видоизменяет человека, усиливает его способности, но лишает человека изначального облика. И человек превращается в такое страшное создание, которое терроризирует все живое. В общем, интересная игрушка, как вы видите. Она, в принципе, если к ней относиться спокойно, не психовать, когда вы проигрываете, то передвижение вот этих фишек, вот этих игровых камней, там называйте, как хотите, оно чем-то напоминает перебирание четок. И, в принципе, в какой-то степени помогает успокаивать нервы. Поэтому весьма рекомендую, как альтернативу четкому. Вот, одержал я победу в компании. Выдают мне награду. Вот такую вот выдали интересную херню, какую-то четырехзвездочную, химический набор, который позволяет изготовить зажигательную бутылку, слезоточивый газ или водку. Водка пока не знаю нахера. Что еще вам показать? Ну, давайте покажу, как героев можно прокачивать здесь, если, конечно, будет чем. Да. С помощью более слабых героев мы можем усиливать героев покрепче. Крепость героев измеряется в звездах. Однозвездочный герой это самый слабый герой. Двухзвездочный герой это герой посильнее. Трехзвездочный, соответственно, тоже. Каждый герой обладает своей способностью. Кто-то наносит урон, кто-то лечит товарищей по команде, себя. В общем, я никогда не думал, что буду играть в игры 3 в ряд. Но вот именно такой жанр меня привлекает. На этом будем видео наше заканчивать, ребятки. Подписывайтесь на канал Botterbin. Ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. В общем, все как обычно. Ну, а я вам говорю всем пока. Обнимаю. До новых встреч.